Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня мы снова говорим про новинку от ножевого бренда Black Fox, который является дочерним брендом итальянского ножевого бренда Fox Knives и делается этот бренд в Китае. Моделька называется NYX. Есть у меня некоторое количество небольших ножей. Мне кажется, это в городе очень удобно. И вот буквально недавно был у меня обзор на Fox Sur. Я вам рассказывал, что я расскажу про один из вариантов, который точно не хуже. И вот я как раз вам и хотел рассказать про этот нож NYX. Дизайнером данного ножа является наш своим соотечественник из Санкт-Петербурга Григорий Матвеев. Я уже про его другие работы рассказывал. Видео сегодня будет интересным, неоднозначным и рекомендую досмотреть его до самого конца. Собственно, данный нож производится в трех цветовых решениях. У меня вот такой ярко-оранжевый, есть еще микартовый. Микарта выглядит как больная корова. И написано, что карбоновый. Но, судя по виду, сдается мне, что это G10 с наклейкой под карбон. В общем, нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином Best Blade. Ссылочка на нож на подборку фоксов будет в описании к видео и в закрепленном комментарии. Также хочу напомнить, что всем зрителям моего канала Best Blade предоставляют отличную ножевую скидку, воспользоваться которой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей. И в описании группы или телеграм-канала найти тот самый заветный промокод. Плюс к каждому заказу 1000 рублей, получаете приятный ножеманский сюрприз. Здесь давайте поговорим о характеристиках. Вес ножа всего 79 грамм, 76 миллиметров длины, 12 в самом толстом месте, алюминиевый бэкспейсер, два лайнера, один из которых является лайнер-локом. Толщина его 1,4 миллиметра. Пита у нас радиусная. В лайнере у нас стоит керамический шар детента. В оси используется однорядный, нестандартный керамический подшипник в пластиковом сепараторе. Я со временем пришел к выводу, что самое правильное упираться вот в эту часть с обратной стороны и толкать нож вперед. Тогда все хорошо открывается. Здесь чуял сразу переходит в рукоять и при небольших габаритах нож в средней даже руке располагается очень комфортно. И вот эта вот петля темлячная, она добавляет габаритов. В общем, нож сидит очень уверенно. Плюс нож можно комфортно открывать за фронтфлиппер. Вот здесь как раз фронтфлиппер, на котором лучше всего показать. Это как зажигалка, но только вы зажигалкой в эту сторону делаете движение, а у этого фронтфлиппера надо сделать обратное движение, то, чего вам не позволяет сделать зажигалка. Вот вы же ее держите, вот так делаете, а это нужно сделать в обратную сторону. Это самый лучший тренажер для фронтфлиппера. Соответственно, есть у нас клипса. Клипса, переставляемая на противоположную сторону. Нож на кармане располагается очень комфортно. Клинка здесь немного, 55 мм, из них 47 полезных. 3 мм в обухе, сталь D2. Дизайн, как я уже говорил, Матвеева. И заявленная твердость стали 59,61 единица. Поскольку у нас в темном покрытии, то, скорее всего, 59. Сведение 0,4-0,35 на кончике и 30 мм ширины. Фасочки все везде хорошо обработаны. И нож вот так вот именно чисто внешне по дизайну мне очень нравится. Для лучшего понимания габаритов данного ножа предлагаю сравнить его с другими известными ножами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok здорово, но хотелось бы нож все-таки разобрать, чтобы уже в итоге составить о нем какие-то свои итоговые впечатления, потому что закрались ко мне определенные сомнения. Так, что ж, будем разбирать, наверное, с вот этой внешней стороны. Остается для меня вот загадкой про фурнитуру, если честно. И еще с прошлого раза. Восьмерка, но восьмерка... Не, разбирать получается с обратной стороны. Восьмерка здесь, восьмерка здесь. Вот уж очень они легкие, как будто они алюминиевые, как будто бы они не стальные. Чем мне еще нравятся клипсы на всех ножах этого дизайнера? Это... О, мы сейчас вот так проверим. Скорее всего, это алюминий, не магнитное вообще. Винты, которые эти клипсы держат, они магнитные. Клипса магнитная. Это все-таки, наверное, алюминий. Клипса удобный. Посмотрите, как сделан под нее паз. Что она сюда именно вот плотненько заезжает. Это хорошо, что она вот так у вас гулять не будет. Даже все винты плохо протянуты. Вот так вот, значит, выглядит накладочка внутри. Облегчений нет. Мы с вами видим сразу, что есть антипроворот. Вместо прослабления лайнера сделали просто выборку в нем. И все, и согнули. Так, большой, хороший керамический шар детента. Это радует. Микроподшипник нестандартный, однорядный, тоже керамический. И здесь вы видите, что полностью, 100% подшипника сидит в клинке. Обратите внимание, все фасочки. И все, никаких подгорелости, никаких цветов побежалости. Все очень здорово и аккуратно. Клинок, в общем, малюсенький, аккуратненький. В общем, нравятся мне такие ножи. Тоже отверстие детента аккуратное. Везде все, где нужно, сделано. Даже вот здесь не та фасочка. Вот, молодцы, делали бы все так. Так, значит, здесь у нас спейсер. С антипроворотом тоже у нас понка резьбовая. И вот здесь вот стабилизационный штифт. Это штифт, в который упирается клинок в сложном и в разложенном состоянии. Слушайте, друзья, ну вот мы и получили ответ на тему того, насколько это надежно. Один раз я разобрал. Все, нет резьбы. Просто нет ее. Лимоневая фурнитура. В предыдущие разы, видимо, везло. Здесь все уже не держит. Печаль. Вы просто себе не представляете, как это обидно. Какое же это говно. В плане того, что классный конструктив. И вот в прошлых видео про Black Fox все задавали вопросы. А насколько, ну как бы надежно вот эти вот винты алюминиевые. Да, собака, они алюминиевые. И вот все. Все. Резьбы нет. Все. Помойка. Это единственный вариант. Помойка. Потому что резьбы слизываются на раз. И в общем, мне на тех моделях повезло один раз раскрутить и один раз собрать. Что будет у вас, я даже боюсь представить. Ну тут только помойка, потому что у нас сейчас сервиса по ним нету. Только вот по гарантии. А винты в гарантию не входят. Потому что вы когда нож получаете, с ним все работает. И только после вашего вмешательства вовнутрь. Появляются вот такие проблемы. Это не является гарантийным случаем. Я прям зашел на сайт, посмотрел, почитал. Фурнитура не входит в гарантийный случай. Поэтому вот такая вот особенность с этими алюминиевыми винтами. Я буду думать, что делать. Наверняка попробую заменить на какие-то подходящие стальные. Понятно, что они будут серенькие, а уже не черные. И это прям вот знаете, разочарование начала этого года. Потому что мне нравятся эти модели. Мне нравится, как они сделаны внутри. И этот нож не исключение. Причем я вот, ну, на него даже ставочку делал. Потому что форма такая удачная. Что вот он суперкомпактный. При этом суперудобный. Что им даже что-то такое можно посерьезнее поделать. И при этом вот такое вот дерьмище с фурнитурой. Я просто не знаю, как это по-другому мягче сказать. Вот плюс, вот смотрите. Я просто покрутил винты. Во-первых, везде есть следы. Во-вторых, обратите внимание, уже на спейсере тоже есть следы. Просто от того, что он там где-то что-то по мелочи задевал. Анодирование здесь тоже держится не очень хорошо. И это стоит держать в голове. К сожалению, вот такой вот момент я в очередной раз вам напоминаю. Будьте очень-очень внимательны. Держите проблему с винтами в голове. И подумайте, нужно вам с этим связываться или нет. Потому что я в прошлый раз думал, как это алюминиевая фурнитура. Сейчас я прям столкнулся из первого раза. Все. Вау. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И это вам позволит сэкономить денег. На этом и все. Всем спасибо. Пока.